ребята привет слушайте у меня сегодня был долгий день но правда еще не закончился будут еще эксперименты сегодня но другой винтовкой и я сегодня очень много чего попробовал погода сегодня прям скажем нефть и сначала дождь потом прям снежный заряд такой тут крупа мощная сыпала пару раз тент который надо мной срывала приходилось перевешивать но в целом мне удалось я бы сказал завершить эксперимент по крайней мере по стрельбе на 10,0 метров полнотелом на интересующих меня скоростях и проверить что же мне дали изменения в ударной клапанной группе стрелял я пулей катюша по моему мнению да в общем то вы это все знаете это лучшая серийно производимая в россии пули потому что я с ней участвую в абсолютном большинстве соревнований полнотелыми пулями которые есть и такого стабильного результата в серии я не наблюдал ни у одной полнотелой пули а поверьте я очень много попробовал так вот стреляет и пули это 26 грамма на скоростях основная цель моя сегодня была на скоростях 30 29 половиной метров в секунду 29 я провел несколько экспериментов первый заключался в отстреле ствола 800 миллиметров длиной первую часть вы видели относительно недавно у меня на канале и я пробовал различные конфигурации то есть я снял тюнер ствола он на карбоновом кожухе меня несколько смутило то что установка его на карбоновом кожухе и уводит стп по горизонту это значит есть лишнее напряжение на стволе и не очень хорошо далее лейнер 800 миллиметровый я делал полностью в карбон что позволило добавить жесткости на тот лейнер я надел модератора оригинальные фиксов пострелял с ним пострелял с модератором стрелял без модератор поприял без коржута пострелял без карбоновой проставки которую видео видели пострелял с голым стволом просто надев на него карбоновую трубку и скажу так что в определенных конфигурациях удалось добиться неплохой кучности но Но, к сожалению, не настолько хороший, как показывает мой ствол. Это обычный FX-овский STX Superior Heavy. Как раз под тяжелые валаны, тяжелые полнотелы предназначены. После того, как я основательно подзамерзся, стрелял я с 8 до полудня примерно. Первую часть своего эксперимента и уже в баллоне воздух закончился. Я пошел к себе в мастерскую, поменял стволы местами. К сожалению, баррел-холдер, который мне прислали, опять же, если не знаете, что это такое, смотрите предыдущее видео, ссылка будет здесь. По каким-то причинам кожух с пола, вот эта вот часть, вы ее тут видите, оказался чуть-чуть больше по диаметру, чем 800-й и просто не всунулся в баррел-холдер. Поэтому я вернулся к оригинальной конструкции. По факту, здесь сейчас оригинальная конструкция, оригинальный VFX, за исключением утяжелительного ударника. Тяжелительный ударник на 2-2,5 грамм тяжелее, чем оригинальный. Об этом, опять же, смотрите в прошлой серии. И вот, когда я вернулся к своему стволу, с которого я просто сумасшедшие результаты показывал и очень доволен ими был, мне удалось с этого же ствола снять те же необходимые мне скорости, с правильным утяжем, при той же настройке редуктора, как это было и ранее. И, в общем-то, я прогнал несколько настройок с 29,5 метров в секунду до 27 метров в секунду. И поиграл различными режимами поджима пружины ударника. И вы знаете, мне удалось найти две достаточно стабильные настройки, по крайней мере на 100 метров. Это 27,5 метров в секунду и 29,5 метров в секунду. Соответственно, в данном случае это настройка номер 5 или настройка номер 15 или 14. Дальнейшее тестирование сегодня, я считаю, нецелесообразным. Можно переходить на дистанцию 150 ярдов, потому что именно на эту дистанцию Клуб Восток стреляет Бенч Рест полнотелом. И тестировать уже там только та дистанция покажет, какая же настройка действительно является более правильной, простой и предсказуемой, повторяемой в плане кучности боя. Меня это больше всего интересует. Сразу скажу, я снимал сегодня через прицел. Со стороны я не снимал. Почему? Потому что просто огромное количество монтажа, честно говоря, достает. Мне проще показать вам, как это стреляет через прицел, взгляд, и сопроводить соответствующими подписями, чем монтировать два видео, их состыковывать, и компьютер там нагружается конкретно при оцеповке. Поэтому давайте посмотрим, что я видел через прицел с подписями, чтобы вы поняли, что есть что. Возможно, я сопровожу это все голосовой озвучкой, чтобы было еще более понятно. Ну что ж, благодарю всех за внимание. Я опыт с 800-м стволом считаю для себя закрытым, по крайней мере, на данном этапе. И буду стрелять с того ствола, который был изначально на этой винтовке. STX Superior Heavy. Благодарю всех за внимание. Всем пока. Благодарю всех за внимание. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok